Широкоэкранной музыкой мы начинаем Этот кусок пятничных культпосевов с Александром Каном Олег, тут так и чудится Изображение в 3D, очки на носу И какие-то дикие звери, скачущие по непонятным просторам Ну, естественно, это тема, конечно, из, надо сказать, еще самого первого фильма Парк Юрского периода Композитора Джона Уильямса, которая стала, ну, такой, как бы, действительно главной темой Вот всех этих приключений, связанных с динозаврами Ну, и понятно, что сегодня мы с вами говорим Потому что очередная серия этого уже многосерийного, что ли, многосерийной эпопеи Под другим названием, правда, по-английски Jurassic World По-русски это называется Мир Юрского периода Вот она в эти дни, вчера впервые вышла на экраны Здесь, в Великобритании, весь город обклеен Огромными плакатами, афишами Парк Юрского периода Вы знаете, Сева, я был сегодня на вокзале Waterloo Там даже внутри вокзала устроили нечто вроде Парка Юрского периода Вот видите, вот такие вот буклетики там есть И вот, пожалуйста, карта вокзала, где в разных местах стоят различные динозавры То есть, Голливуд как бы Я вам небольшой секрет расскажу, профессиональный, у киношников Если бюджет фильма, скажем, 50 миллионов, то на рекламу этого фильма надо тратить 75 Это совершенно точно, да Ну, вот, по крайней мере, с этим фильмом именно так и происходит Ну, что на самом деле, конечно, ничего удивительного Потому что предыдущие три фильма из серии Парк Юрского периода Они, конечно, собрали огромные средства Это была такая классика жанра блокбастера Ну, и, конечно же, вспоминается Невозможно не упомянуть имя Стивена Спилберга Который запустил всю эту историю И, конечно, благодаря которому это все стало настолько популярно В этом фильме, в четвертом фильме Мир Юрского периода Стивен Спилберг уже не режиссер Он чуть-чуть отступил в сторону Он исполнительный продюсер Режиссер, относительно молодой человек Колин Треворо Это всего лишь второй его фильм Первый назывался «Безопасность не гарантируется» Малоизвестный такой прошел где-то там вторым экраном Ну, вот, и теперь ему доверили вот этот грандиозный фильм Надо сказать, что очень-очень долго шли К производству вот этого вот четвертого фильма Мир Юрского периода Если первый фильм был сделан в 90-м году Второй в 93-м А третий в 2001-м То есть в течение 8-7 лет По сути дела было три фильма То с 2001-го, с третьего фильма по четвертый Прошло целых 14 лет Ну да, но эти фильмы являются вехами в развитии кинотехнологий Потому что, видимо, за эти годы появились какие-то такие уже и компьютеры И возможности, которых раньше не было Разумеется, вот вы говорите очки, да Ведь первые фильмы, когда снимались, еще не было 3D Да, теперь, разумеется, это уже 3D Ну и, конечно, компьютерная графика далеко ушла вперед И Макс, вот я смотрел этот фильм в огромном кинотеатре И Макс, где экран, я не знаю, метров 30 высотой Метров 30 шириной Это что-то такое невероятное И в этом объемном изображении Эти огромные динозавры То есть вот эта вот действительно кинематографическая техника Она совершила гигантский прогресс Ну, хотя надо сказать, что дело тут не только в технике Какие-то темы тоже авторы фильма пытаются нам сказать Передать через свою продукцию Ну и главная тема, пожалуй, этого фильма состоит в том, что вот Идя на поводу этого корпоративного мира Парк нужно возрождать, привлекать все больше и больше людей Ученые создали генетического мутанта Наделили нового динозавра, которого они придумали Такими чертами, которых не было у настоящих динозавров И вот это все как бы таким образом режиссер Как бы критикует мир этой корпорации Хотя, с другой стороны, ведь ирония заключается в том Что всю эту критику можно обратить и на создателей Всех этих фильмов о динозаврах Парка Юрского периода Вообще есть тут тенденция, которую я замечаю Например, раньше о неопознанных летающих объектах Говорить было неприлично Сейчас есть целый телевизионный канал У меня на телевизоре 236-й, только об этом обещают Затем, в фильмах типа того, о которых нам рассказывали Возможно обсуждать пограничные с наукой области Которые ученым обсуждать просто так не дают Потому что нет еще теорий Но все понимают, что что-то такое есть Ученым неприлично просто иногда Да-да-да, а пофантазировать на эту тему можно И подготовить публику к возможным открытиям науки Ну, вот такой вот фильм, я думаю, что все желающие смогут его посмотреть Он выйдет, конечно, широким прокатом и в России, и во всех странах мира Да, узнаю-узнаю Орнет Коуман, Дон Черри Это что ж, 50-е какие-то годы, наверное Это 1959 год, композиция Lonely Woman Орнета Коумана, американского джазового саксофониста, который умер вчера Это, конечно, большая потеря для джаза Орнету Коуману было 85 лет Он, по-моему, играл там чуть ли не до последнего Он играл до последнего, да, я слушал его, был на одном из его концертов буквально год или два тому назад Да, он все время, он все время играл, все время был очень активным И, ну, в самом деле, это смерть одного из гигантов Вообще, одного из последних гигантов в истории джаза Вот эта композиция, которую мы слушаем Записана, конечно, еще молодым Орнетом Коуману Но относительно молодым, он был 29 лет Вот примерно так он выглядел Видите, такой устремленный, суровый взгляд А это его квартет тогдашний Дон Черри Билли Хиггинс на барабанах И Чарли Хейден У них там белый был басист Отрезанно белый контрабасист Да, ну, а сказать, что вот эти альбомы, первые альбомы Арнета Коумана Они заложили начало новому стилю, музыкальному направлению Мало кто из артистов вообще может создать направление Арнет Коуман его создал Вот сейчас мы услышим с вами начало его пластинки Free Jazz Она так и называется Free Jazz Вот у меня здесь обложка ее И она положила начало в целом направлении музыкальному Который так и называется Free Jazz Свободный джаз Это коллективная импровизация двойного квартета Арнета Коумана, надо сказать, что здесь на обложке Что очень характерно, была абстрактная композиция Джексона Поллока Абстрактного экспрессиониста То есть вот это все направление американской культуры К усложнению какой-то, к авангарду Все это впитал в себя Арнет Коуман Потом он очень много экспериментировал Играл с сифоническими оркестрами Писал музыку Пытался как-то привнести Передать вот эту вот Привнести какую-то серьезность В свой джаз В свою музыку Никогда не шел на компромиссы Да, так у него из-за этого и жизнь поначалу не складывалась То есть он приходил на Джеймс Сэшн и его со сцены гнали Это да А на играх, говорят, платили ему, чтобы только не играл Совершенно верно Да, он очень через трудности большие прошел в свои молодые годы Но, в общем, в конце концов он получил такие признания И что интересно, что несмотря на то, что вот у него были эти записи уже с симфоническим оркестром Он вернулся к какой-то первооснове джаза Он придумал теорию, которая называется гармолодика Сейчас мы услышим с вами одну из композиций этой музыки У него ансамбль стал называться Prime Time Первичный ритм То есть это сочетание африканских ритмов и сложной европейской гармонии и композиционности Ну, а вот, так сказать, трибют Арнету Колману Художники таким образом его видят Вот Арнет Колман, человек, скончавшийся вчера великий американский джаз Ну что ж, на этом мы и с вами, господа, прощаемся Оставляем вас с композицией Арнета Колмана Счастливо до понедельника Счастливо до понедельника